Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Середина дня». И с нами сегодня в середине дня наш коллега из Ростова-на-Дону, трейдер Владимир Мудряков. Владимир, приветствуем вас! Добрый день, Игорь, добрый день, другие участники! Как вам сегодняшний день? Как Газпром? На чем зарабатываете? Ну, а Газпром делает то, что я говорил, в том числе и на ваших эфирах. Это было очень показательно, когда шла речь о том, что на ланге мы заработаем больше. И, если я не ошибаюсь, прям в тот же день рынок подтвердил мои слова, что называется, практикой. Я понял вас. Давайте посмотрим на графиках, как это выглядит и как на этом можно заработать сегодня. Так, главное правильный экран показать. Там, наверное, неправильный, мы как раз... Не-не-не, в неправильном неинтересно, там как раз-таки Граль. Этот у меня терминал специально, на котором я могу показывать. Не получилось, друзья, узнать Граль, но ничего, в следующий раз попробуем снова. Итак, что интересного, Владимир? Что интересного с точки зрения рынка? Ну, наверняка все вы увидели, что происходит с нефтью. Я лично жду остановку. Как минимум, либо коррекция это будет, либо разворот. Но пока мне нужно подождать подтверждение. Вот в рамках той границы, где мы сейчас находимся, это от 60 до 60,5 долларов за баррель. То есть здесь я, если увижу для себя подтверждение модели, буду рассматривать лонги. Пока вот прям в данный момент я этого не вижу. Что касается валютной пары доллар-рубль, это происходит то, о чем говорю на аналитике. Я пытаюсь ее уже второй раз в этом движении отланговать. Но посмотрим, что произойдет. То есть направление я все время говорил за лонг, и от него пока не отказываюсь. То есть сам, как видите, дальше продолжаю лонговать. Что касается РТС, вот этот выстрел я вчера прям своим ребятам очень хороший дал момент для входа. И были участники, которые за вчерашний день заработали, были там показательные участники, которые восстановили свои счета. И меня это очень радует. То есть такое движение, когда РТС дал 5000, ну и в принципе рынки дают такие движения, это очень кормящие. Поэтому сегодня, если, на мой взгляд, как я торгую, если те, кто не взял, не смог залезть, то есть торговля должна быть очень спокойная, очень не агрессивная, потому что редкие моменты, или как правильно сказать, редкие, когда рынок и дальше дает такими же движениями. То есть по моей торговле, по моей статистике, после таких движений рынок как минимум замирает в какой-то боковик, идет распил, то есть сразу не дают дальнейшему движению. Хотя, как говорится, ничего не исключают. То есть больше шансов на лонги, но есть у меня одно небольшое сомнение. Я жду, подтвердится оно сегодня или не подтвердится. Это я уже узнаю ближе к вечеру. То есть здесь нужно мне немножко по времени подождать. По Сбербанку аналогичная ситуация. Выход вверх произошел. Как и говорил, да, то есть движение внутридневное, спекулятивное. То есть те, кто любят торговать внутри дня и могут забирать, не перенося сделки, это просто ваш день. День вчера был, должны были поудваивать счета, если вы не переносите позиции на следующий день. Что касается сейчас, так же как СРТ, здесь без изменений я жду вечерней сессии, что будет происходить там. То есть для меня там будет показатель по времени. По Газпрому произошел замечательный выстрел. Я лично не могу сказать, что надеюсь, что это последний выстрел, который был по Газпрому. Но есть у меня предположение в общую гармонию рынка, это сходится по моему мнению, что Газпром где-то здесь добил, то есть по акциям, вот то же самое вчера давал рекомендации, ориентироваться на акции. У меня была цель 228-232. И в принципе мы достигли, не ожидал, да, говорю честно, не ожидал, что мы за один день это все сделаем, даже перевыполнили. Но тем не менее это рынок, и от таких подарков отказываться, конечно же, не стоит. Поэтому, что касается Газпрому, вообще все замечательно, все шикарно. Даже с учетом дивидендов, которые будут выполнять, чем дальше мы залезем, тем лучше, потому что можно будет подбирать потихонечку. Но там есть по Газпрому новые веяния, да, что вроде уходит глава, становится губернатором. Я до конца еще не изучал, поэтому здесь оперировать не могу, чтобы чего-то лишнего не сказать. Но Газпром, мне кажется, реализовал свой потенциал. Те, кто в него верил, находились в этой позиции. Вот буквально за что, за меньше чем 2 недели свои длительные годовые ожидания окупились с лихвой. То есть здесь доходность просто 50%, это очень-очень шикарно. То есть если сложить даже дивиденды, которые люди получали, вот, пожалуйста, что творит время на акциях. И почему в лонг торговать интереснее и быстрее. Пример, что шорты, они стремительнее, они веселее. Ребят, вот вам наглядный пример, как лонги могут давать очень хорошо заработать. То есть рынок, как говорится, дает заработать всем. Нужно просто брать и пользоваться. Евро-доллар. Евро-доллар – это мое разочарование. Объясню сейчас почему. Потому что в направление очень хорошо по евро-доллару попадаю. С опционами мне на евро-доллар не нравится работать. А вот взять спекулятивное движение, к сожалению, не получается. То есть я вчера ждал по евро-доллар точке 1.17. Я не говорил, я видел этот лонг. Ну, если кто-то смотрит мою аналитику по утрам, то он может подтвердить мои слова. То, что состоится такое большое движение, конечно же, не ожидал. Но направление выбрал правильно. И участники, которые воспользовались моими рекомендациями, также вчера очень хорошо заработали. То есть вчерашний день – это, знаете, ради такого дня можно торговать несколько месяцев, даже в районе нуля. Потом, взяв вот эти движения, спокойно отдыхать, что называется, летом. Что касается небольших значений сегодняшнего дня, что я вижу для себя интересно. Ну, как я говорил, это присматриваюсь к нефти. Это жду вечерку по РТС и Сбербанк, как подтверждение. Ну, а в данный момент отклонговую сишку, она очень хорошо пришла к моей зоне, которую я ждал. Вот, как видите, у меня была отметка. Рынок стукнул в нее, потом я получил подтверждение для себя, ну и вошел. А дальше, как говорится, посмотрим, либо прав, либо неправ. Дальше это управление позицией. То есть на этом теханализ заканчивается, идет риск мани-менеджмент. Еще у меня есть небольшие сделки по РТС, но о них я уже расскажу на батле. То есть я потихонечку к нему готовлюсь. Если получится, расскажу. Не получится, я не расскажу. Здесь, как говорится, посмотрим за дальнейшим поведением. Поэтому по рынку, что РТС, что Сбербанк, сейчас подошли к локальному месту, откуда я ждал, как минимум коррекцию. На текущий я думаю, что мы еще чуть-чуть ниже сходим, потому что такие резкие отскоки, когда происходят, зачастую их сливают потом обратно. Я это не люблю, но вот после слива, еще раз возвращаясь, после вечерки, я думаю, что-то интересное произойдет. Поэтому это что касается моих текущих позиций по рынку. Движение есть, это здорово, это хорошо. Осталось зарабатывать на этом все. Все будет шикарно. Понятно. Спасибо большое, Владимир, за ваш обзор. Как вам видятся ближайшие события? Какие именно? Прежде всего, Газпром. Все остановилось, все закончилось или это может продолжиться еще завтра, послезавтра? А я же только что как раз-таки по поводу Газпрома высказывал свое мнение. Нет, я имел в виду долгосрочно. Вы рассказали и про, так сказать, видение, и про возможные, так сказать, новости про Миллера, это понятно. Я имею в виду вообще в принципе глобально движение Роск. Вот вы показывали год было спокойно, а теперь... Нет, 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 это был не год, это у нас сколько было спокойно на Газпроме, там, с 2015-го, 2016-го года, даже 2014-го. Вот. Ну, я имею в виду, что вот последний период, я так не посмотрел начальную цифру, там, мелковато достаточно. То есть, долго было спокойно, сейчас такой выбор. Ну, как раз-таки то, что вы сказали, дополняет мой вопрос. А вам не кажется, что еще на 4 года теперь будет спокойно после этого дня? Ну, замечательно. Пускай дивиденды платят. Или что-то похожее может произойти еще в ближайшее время? Вот такой у меня вопрос. Я трейдер, я не гадалка, я не маг, я не кудесник, я торгую то, что вижу. Я трейдер. То есть, я не занимаюсь предсказаниями, потому что то, что я говорю сейчас, завтра придут какие-то санкции, все рухнет, ну и смысл этих предсказаний. Просто я понимаю, если эта позиция инвестиционная, без плеча, время есть. То есть, вы спокойно ждете еще 4 года, если вы войдете в «Газпром», спокойно будете ждать еще 4 года, пока, когда будет такого же типа выплеск. Да, если они эти 4 года будут платить по сколько там, больше 10% дивидендов, там 16 рублей на акцию, если не ошибаюсь, ну что-то больше двухзначного дивиденда, да я буду счастлив. Ну, покажите мне какой-нибудь вклад, который дает больше 10% годовых. Зачем выходить из такого актива? Я понял, спасибо. Алексей Сорокин пишет. Владимир, есть ли у вас мониторинг удачной торговли на объемах, исторический или текущий? А Алексей, Владимир как раз-таки против торговли по объемам, поэтому он будет покупать. Игорь, мне очень не нравится, когда вы, я вообще не люблю, когда перевирают мои слова, я не против торговли объемов, я их не использую. Нет, ну вы их не используете, потому что не видите в них возможности заработка, вот о чем. Но это не означает, что я другим запрещаю ими пользоваться и торговать. Тут все здоровые мужики, вы даже и не сможете никому ничего запретить, поэтому, естественно, все понимают, что в вашей практике объемы не работают, поэтому вы к ним так относитесь, естественно. То есть вы не волнуйтесь, в этом плане здесь все все понимают так, как оно. Не знаю, современный век интернета, мне кажется, люди очень любят цепляться за конкретные слова, потом перевирать, выдирать отдельные фразы, плюс это прямой эфир, как говорится. Я понял вас. Ну хорошо, я тогда буду более, так сказать, точно конкретизировать этот момент. Поняли вас. Ну что меня лично удивляет в позиции вот вашей по Газпрому? Все-таки 10%, даже 16%, 16 рублей на акцию, вот, но это не совсем, скажем, те объемы, это инвестиционные доходы, а трейдерский объем, трейдерский доход, он же совсем другой, гораздо выше. Вот, поэтому здесь вот ваш оптимизм… Это в теории или на практике? Ну, почему у нас на практике, вот, пожалуйста, команда Павла Каспарова, 45 человек, совокупная доходность 32% за год, отдельных участников до 90, до 120. А вот теперь смотрите, 32% активно работая и нифига не делая, чуть меньше доходность, плюс рост котировок. Вот тут нас не дурите, это там в валюте, где инфляция 2% максимум, а это в рублях, где инфляция вообще-то совсем… Ну, а давайте смотреть экспортирующие, да, импортирующие компании, которые, прошу прощения, которые на экспорт работают, там это все учитывается. Пожалуйста, вы получите доходность с учетом инфляции. Я рядовой человек, я не экспортирующая, импортирующая компания. Мне надо получить в валюте, почему? Потому что инфляция гораздо ниже, чем в рублях. Сколько в рублях инфляция? Вот вы ходите в магазин, как вы думаете, сколько рублевая инфляция? Реально. Вот как вы ощущаете по карману? Если честно, я вот сколько нужно, столько я плачу. Я никогда не считаю, не вижу в этом смысла, как бы за этими копейками гнаться. Я понял вас. А я бухгалтер по взглядам на жизнь, поэтому я хожу 15 лет в один магазин, он называется Metro Cash & Carry, вот, и скрупулезно учитываю. Так вот, ни один год не было, чтобы инфляция по товарам, которые я покупаю, была меньше 20% годовых. Ни одного года не было. И я готов спорить с любым Росстатом на эту тему, потому что я оплачиваю из своего кармана эту инфляцию. Алексей Сороков, я прошу прощения по поводу «Газпрома» полез, чтобы не ошибиться. Нет, это 16 рублей на акцию, а дивидендный доход – это 7%. Но это опять-таки, это текущий, да, на момент, когда был выпуск, конечно же, 16 рублей по цене 170, это было гораздо интересней. То есть, ну, текущий – это порядка 7%. То есть, здесь нужно еще очень важно, вот, в дивидендах многие не используют, не то, что не используют, а не применяют такой нюанс. Рассчитывают дивиденды с точки зрения на дату выплат, да, то есть, по какой цене, как бы, зафиксировался реестр. А нужно в дивидендах, вот, как правильно учитывать, как грамотно, с точки зрения цены, по которой вы купили акцию. Я понял. То есть, получается, 7% к депозиту, скажем. Это при текущей, это если вы купите дивиденды при текущей цене. А если вы были в «Газпроме», там, от 150 рублей, но это гораздо, ну, это совсем другое значение. Я понял вас. Я, собственно, просто касаюсь темы, что надо учитывать инфляцию при получении доходов в рублях. Вот Алексей Сорокин пишет, 25% инфляция. Ну, спорить не буду, но знаю точно, что это не 2, не 4, не 6% абсолютно. Потому что инфляция, друзья, это расчет прироста потребительских цен. Это не космические корабли измеряются. Это потребительские цены, цены на потребительские товары, то есть, те на те, которые мы с вами покупаем. Помню ли вас. В общем, тут у каждого своя правда, у Владимира своя, у тех, кто торгует на валютном рынке, своя. Алексей Сорокин пишет, Владимир, я увидел ваш сайт Metaclub, обучение есть, но не увидел результатов мониторинга в торговле, где посмотреть? Это сайт доисторический, он был создан еще года 2 или 3 назад. Вся интересная информация в моей группе ВК, пожалуйста, заходите, там сделки, вступайте в чат. Я там как прибыльный, так убыточный, все это транслирую, показываю. Просто я зачастую вижу, что многие начинают спрашивать про мониторинг, еще что-то. После того, как они спросили, даже после того, как им что-то показываешь, дальнейших действий нет. То есть у меня всегда вопрос, с какой целью человек это спрашивает. С целью задать вопрос, имеешь ли ты право обучать, или с какой целью. Если я что-то показываю, человек мне тут же даст в управление, там хотя бы от 5 миллионов. Поэтому я перестал отвечать на эти вопросы, кому нужно, он и так найдет. Нет, 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 Алексей Сорокин, он знает, зачем он спрашивает. Он смотрит мониторинги ежедневно. Вот, допустим, он берет человека, которому понравился трейдер Владимир Мудряков. Ну, понравился как трейдер, естественно. Вот, и он хочет наблюдать за его мониторингом. То есть он намекивает на то, чтобы вы сделали на МТ-5 срочный рынок, допустим, нефть или что-нибудь, вывесили, чтобы он наблюдал и мониторил. Вот, собственно, и все. Простой хитрый подход. А для какой цели мониторить? А чтобы увидеть, что у вас есть успешная торговля на деле. Вот зачем. Хорошо, а что дальше? Что это даст? Ну, есть у меня, допустим, успешное. А дальнейшие действия какие? А что вы сначала, понимаете, тут сначала утром в стуле, а вечером деньги. Вы сначала покажите успешную торговлю, а потом, Алексей Сорокин, кстати, очень богатый человек. Он сейчас, кстати, не из России ведет свой чат. Вот, а потом он подумает, он для этого и есть. Он и сидит, у нас-то 30% наших зрителей это инвесторы, которые ищут хороших трейдеров, управляющих активами, которыми они готовы дать деньги. Но сначала они хотят увидеть мониторинг. Вот простой вопрос. Ну, тогда можно в личку пообщаться, если кому-то что-то интересно. Да-да, Алексей Сорокин пишет, буду обучаться. Даже конкретнее Алексей Сорокин пишет. Нет, нет, Владимир, я понимаю. У Форекса, чтобы вы представляли, почему такая разница между биржей и Форексом, у Форекса, если у тебя нет мониторинга, значит, ты вообще не трейдер. Значит, это слова. А у биржи наоборот. Она никогда не показывает мониторинг. Вот смотрите, сделали рейтинг управляющих на бирже, и сейчас мне сказали, что его сняли. Правда? Нет? Я не слежу, как бы, ну, мне никогда не интересно с точки зрения там чьей-то исторической доходности, потому что я адекватный человек и понимаю историческую доходность в прошлом. Не дает никакой гарантии, что будет в будущем. И я готов здесь поспорить. И есть куча примеров, как неоднократные победители, участники, потом не могли подтвердить свои данных. Ясненько. Поняли вас, Владимир. Спасибо вам за ваш ответ. Вот Евгений Питерский пишет, сняли, да, рейтинг управляющих. Вот. Ну, тут два разных мира. Мы на E-Trade TV все миры примеряем. Поэтому, так сказать, у нас все, что движется, все торгуется. И на все темы мы здесь говорим с точки зрения трейдера, который этим инструментом торгует. Спасибо большое, Владимир, вам за ваш обзор. Вам хорошего дня. Удачи на рынке сегодня. И буквально через 8 минут мы ждем вас снова в эфире. В батле, друзья, батл Владимир Мудряков versus Андрей Коваленко. Объемы не работают. Спасибо, Владимир. Спасибо. Всего доброго. До свидания.